здравствуйте дорогие друзья вот и настала пора подготовиться к судачи рыбалки сегодня мы пришли в магазин к алексею который нам поможет оснастить удочку для ловли судака и поделиться небольшими хитростями местных рыболовов сейчас мы подготовим но это такой простенький наш российский stalker такая вот удобная катушечка то есть он не сильно заморочены но довольно крепкий то есть вот он гнется как и не ломается даже на морозе ну да поликарбонат ну естественно сломать можно все что угодно ну при подсечке по крайней мере вроде не подводил тут у меня основная леска старенькая есть мы сейчас ну и как backing можно использовать мы сейчас подмотаем немножко туда возьмем вот как за основную леску 03 у меня просто под руками не оказалось меньше лучше всего по мне так наверно было бы 025 или 028 в идеале вот мы сейчас намотаем флор карбон как основную леску чем она хороша она не тянется то есть у нас и поклевка будет более понятная в общем мотаем основную леску на нашу удочку да еще чем хорошо флюр его не видно в воде то есть рыба не боится у нас веса бывает небольшие там допустим 68 10 грамм мы используем вот если взять вот вот эту вот судаковую мормышечку вот такой вот то вот она 10 грамм 10 или 8 грамм вот отличный баланс получается можно немножко даже выдвинуть то есть поклевка она будет на снос идти мы ее будем сбрасывать очень будет видно то есть любая поклевочка будет видать только его нужно немножко доработать чтобы у нас когда мы сбрасываем леску чтобы она свободно уходила то есть если мы берем вот такой вот кивок когда сильный мороз соответственно если мы сматываем не руками а сматываем на катушку у нас забивается вот эти вот мелкие колечки глазки да то есть намерзает при морозе на леску обмерзание происходит избили вот забиваются вот эти вот колечки приходится постоянно отогревать и чистить чем удобен вот этот кивок сейчас я вам покажу здесь вот можно нагреть можно в принципе вот таким вот образом отрезать кончик самый берем обычный тюльпан да мы его сплющиваем мы немножечко вот таким вот образом у нас получается по идее кивочек должен зайти вот сюда вот прям как будто бы он здесь и был вот заходит прежде чем мы его заводим сюда капаем клей клей супер клей вставляем кивочек и его просто клеем то есть вот таким образом сейчас мы его примастим на наше удилище в продаже таких кивков нет вот получился очень интересный кивочек то есть соответственно когда мы сбрасываем нажимаем и идет свободный сброс на конец лески мы сейчас привяжем вертлюжок каким узлом предпочитаешь его привязывать ну по моему называет нет это не паломар да забыл честно говоря как он называется паломар немножко другой по моему и есть это и есть да паломар по моему да так смачиваем и затягиваем лишнее отрезаем на конце у нас вертлюк основной лески почему именно вертлюк к другому концу мы будем привязывать наши монтажи обычно я их заготавливаю дома сразу несколько штук там 357 то есть разной толщины с разными крючками под разные виды ловли вот сейчас мы сделаем с вами пару штук так как у нас основная леска 03 флорокарбон я решил на монтаж взять леску поменьше 025 тоже флорокарбоновая она также жесткая она не тянется но в случае зацепы да оторвется монтаж соответственно основная леска наша останется так давайте свяжем монтаж один на запас возьмем вот такие вот крючки будем использовать его на малька вдеваем да кстати есть такой нюанс на основной леске обычно да у нас будет поводок очень небольшой отходить от основной лески то есть он будет выглядеть вот так чтобы крючок у нас выглядел вот так смотрел вниз мы его одеваем сразу на основную леску вниз что это нам дает вот когда бывает у нас поклевка на балду на мормышку судаковую и мы тащим рыбу очень часто и все это знают крючок цепляется за кромку льда в лунке когда подводишь он упирается в лед происходит зацеп и тем самым дает судаку время для схода очень часто и бывают сходы поэтому я вот вяжу крючок чтобы он был вниз вот таким вот образом наматываем 6-7 оборотов заводим крючок вот в эту петлю петлю немножко стягиваем вот и выводим ее за цевью и вот таким вот образом затягиваем смочим и у нас получается подвес да вот такая вот петелька то есть соответственно если мы ее натягиваем крючок у нас смотрит вот так вниз то есть когда мы поднимаем он выходит вот таким образом и не цепляется за кромку льда можно взять карабинчик и привязать карабин без вертлюжка потому что зима холодно иногда бывает что течение то больше то меньше и приходится менять оснастки да не оснастки а болды то есть брать то полегче то потяжелее соответственно нам будет намного легче менять через карабин одеваем вот карабинчик на карабинчик вот так вот это будет выглядеть то есть идет ну вот длинновато конечно я привязал надо сантиметров тридцать ну сорок максимум вот это будет первый крючок иногда чуть повыше я вяжу второй крючок точно так же но сейчас мы его вязать не будем оставляем где-то монтаж где-то в районе метра и в любое время мы можем его поменять если у нас произошел какой-то зацеп монтаж мы оторвали у нас есть всегда с собой запасной дома вяжем в тепле в тепле да и привязываем его только к вертлюгу вот через него даже через это колечко даже пролазит спокойный вертлюг не мешает нам совершенно вот получился вот такой монтаж вот такая вот оснастка вот с таким вот крючком то есть соответственно на балду мы одеваем бессмертник тюлька кому что нравится может силикон можно силикон вот удочка у нас готова можно отправляться на рыбалку а наша программа на этом прощается с вами до новых встреч и рыбацкого счастья вам на у Продолжение следует...